В Беловежской пуще прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией, главной темой которых стал гуманитарный аспект. Стороны согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. С условием, что в этих районах на время эвакуации будет действовать режим прекращения огня. Делегации также обсудили вопрос будущего политического урегулирования конфликта, но подробности не раскрыли. По словам советника главы Офиса президента Зеленского Михаила Подолека, украинская делегация не получила желаемых результатов, а российская отреагировала так. «Я считаю, что это существенный прогресс. Еще раз Российская Федерация призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились». Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в начале следующей недели также в Белоруссии. По мнению российской стороны, именно там делегации придут к определенным важным договоренностям. В то же время со всей страны во Львов продолжают пребывать переполненные поезда. За неделю Украину покинули более миллиона человек, что стало самым стремительным исходом беженцев в этом веке. Субтитры создавал DimaTorzok